приветствую вас мои дорогие девы сейчас мы с вами посмотрим расклад таро на март 2019 года давайте посмотрим что нас ожидает марте 2019 года как всегда мы будем делать расклад на картах золотого таро красочные карты красивые и дополним дополним свой расклад колодой средневекового таро и колода карт ленорман еще по карте вытащим пока тасую карты напомню что расклад общий не индивидуальны примеряйте ситуацию на себя потому что людей очень много всем индивидуально в одном раскладе просто это нереально сделать поэтому примерно ситуацию примеряйте на себя и так и девы март 2019 год поехали первая карта и третья карта так для дев значит смотрите первая карта у нас выпала восьмерка кубков положу очки покажу на камеру как всегда карта восьмерка кубков о чем она нам говорит эта карта прежде всего она говорит о законченности а законченности возможно принятие решения а законченности может быть какой-то ситуации она говорит о зрелости то есть зрелость мышления принципе девы этим отличаются от многих знаков поскольку это земной знак где вы все-таки они такие практичные в основной массе своей вот а зрелости она может говорить о рубости ну в любом случае она говорит о верной оценке ситуации то есть в начале месяца какая-то будет ситуация я думаю что вы верно ее оцените сориентируетесь на эту ситуацию и в общем-то ее закончите скажем так разрешить эту ситуацию как нельзя лучше благоприятно вот как бы вот об этом может говорить эта карта в любом случае она говорит о возможности перспектив каких-то потому что мы видим горизонты горы и новые вершины то есть все предпосылки есть для того чтобы начать что-то новое чтобы идти вперед то есть думайте мыслите будьте осознанными понимаете куда вы движетесь к чему вы придете своими действиями ну в общем то вот как-то так видится говорит нам а вернее вот первая карта о таких событиях вторая карта четверка пентаклей тоже покажу я на камеру чтобы было как-то понятно по картинке что так видно видно что эта карта нам говорит о алчности вот все-таки она говорит о том что девы возможно где-то излишне жадного ты но также она может говорить о стремлении к накоплению она говорит о бережливости деву все-таки знак такой скажем не особо не рубаха парень и не особо щедры далеко ну вот она говорит о бережливости о том что все-таки в середине месяца девы будут бережливые но хочу все-таки дать совет не жадничайте не жадничайте бережливость жадностью это не не одно и то же поэтому вот как-то тоже в этом смысле будьте осознанными какая-то будет ситуация в середине месяца где будет что-то жалко жалко в материальном плане смотрите равняйтесь по своей ситуации смотрите и не забывайте что жадность накопление и бережливость это вообще абсолютно разные понятия поэтому вот будьте осознанными как-то что касаемо 2 карты третья карта у нас шестерка жезлов покажу на камеру шестерку жезлов ну мы видим что здесь фигура на коне а это нам говорит о победе она говорит об успехе о чести мы видим жезл и венок на жезле то есть встречает как победителя вот такая карта карта успеха скажем так это у хорошая карта она говорит о победе в какой-то конкуренции то есть победа будет за вами действуйте не бойтесь и все будет хорошо будьте осознанными самое важное что хочу дать совет чтобы быть осознанными в том что вы делаете к чему вы движетесь потому что жизнь это бумеранг все-таки вот но и судя по этой карте все-таки мы видим что какой-то конкуренции девы одержат победу и причем такая победа будет с почетом такая успешный успех хорошая карта положительная очень ну в общем то вот и вот то о чем нам хотели сказать карты колоды золотого таро вот а сейчас давайте мы посмотрим что по поводу марта 2019 года какую подсказку нам дадут карты средневекового таро колода давайте посмотрим здесь мы вытаскиваем одну карту и смотрим так делаем девятка жезлов девятка жезлов я покажу на камеру эту карту скажу что это работа это какая-то тяжелая работа возможно девы будут что-то вот нагонять как сказать что-то доделывать в марте что-то вот какая-то либо вы что-то на себя взвалите что вам будет тяжело но это вот вот карта вообще говорит о тяжелой работе о работе о каких-то либо морально что-то будет такое что вот как сказать тяжелая какая-то такая ноша или как это сказать в общем то тяжелая работа скажем так но карта я хочу сказать что она скорее всего со знаком плюс девятка жезлов со знаком плюс вы знаете вот она такая как как сказать карта амбиций даже я бы сказала карта знание какие-то это какой-то точный расчет вот знаете анализ возможности то есть ну то есть делаю будут в действии в работе это уже хорошо это говорит о том что будут чего-то достигать то есть это тоже большой плюс вот об этом нам говорят средневековая таро и давайте посмотрим что нам хотят подсказать карты на ленорман я скажу что первый первый месяц весны для дев будет проходить ровно достаточно будут какие-то внутренние такие это это нормально для любого человека для любого знака внутренние какие-то конфликты внутри самого в голове там человека да так давайте посмотрим ленорман дружба доверие вот какой-то друг вот я покажу карту тоже на камеру это дружба это доверие все таки его знаете вот действуйте не в одиночку вот такой будет скорее всего совет глядя на общий расклад с трех колод действуйте не в одиночку обратитесь к своим друзьям а это будет будет будут ключевые фигуры ключевая фигура для девы в марте это все-таки какой-то друг доверяйте людям не в общем конечно все в меру безусловно но вот вот совет таков что не действуйте в одиночку все-таки но поскольку девы способны к анализу тому что происходит и как будет и как они видят ситуацию способны к этому очень многие девы я скажу что вы будете способны понять что все-таки обратиться нужно друзьям они действовать в одиночку но вот в общем то вот так пройдет марк для дев я думаю что расклад достаточно неплохой негатива здесь вообще нет вообще нет просто будет какая-то рутина какая-то работа вот какие-то победы даже поэтому достаточно такой позитивный я бы хотела сказать расклад вот я думаю на этом мы закончим я вас поздравляю с началом весны женщины мои дорогие я поздравляю вас с прекрасным праздником весны с мартовским праздником с 8 марта желаю вам крепкого здоровья всего самого наилучшего наилучшего и чтобы все исполнялось я рада что мы вместе настало больше кто еще не подписался подписывайтесь на канал будет интересно будем вместе смотреть как протекают наши события что хотят сказать нам карты ну в общем то все пока пока с вами была галатаро